Друзья, сегодня подведем итог, как прошел очередной год в Анапе. И судя по этим кадрам, вот прошел хреново, ребят. Почему хреново? Ну, как бы давайте вместе разбираться. Значит, год как бы начинался, да, зима у нас. Зима на этот год у нас была очень холодная, ребят. Неделю, практически неделю, да, лежал снег даже. И как бы в марте должно было начинаться тепло, да, как обычно. Но тепло у нас, ребята, началось где-то в мае. Во всех регионах России уже была температура где-то уже 20, 24, 25, 30 даже в некоторых регионах. А в Анапе, ребята, было плюс 10. В июне, на удивление, пришло лето, да, и вроде бы пора купаться, но не тут-то было, друзья. Побережье, ребята, начало покрываться. Ну, я даже не знаю, как правильно сказать, вонючими отражениями, вот так, наверное, да. Причем арендаторам, да, вот эти пляжи, им как бы было на все пофиг, что происходит, да. И ладно бы, как бы вот это вот, ну, цветение было бы там, ну, неделю, да, две, нет. Это было все лето. И вот, чтобы искупаться, ребят, приходилось, а вылавливать какие-то моменты, там, несколько дней, например, после шторма, да, когда вот эту всю парашу смоет с берега, чуть-чуть водичка очистится, там, два-три дня еще как-то можно было покупаться. Ну, а в августе, ребята, у нас пришел потоп. Полмесяца у нас топило, полмесяца потом это говно очищали с улиц города, ребят. И купаться было нельзя практически где-то до середины сентября, вот из-за этих вот кишечных инфекций, которые попали в море. Ну, которые вот вместе с какахами, с кинализацией, да, с проточной вот этой водой, со всем потопом, все смыло в море. Уи, короче, запретили купаться. Ну, а в начале октября, ребята, резко похолодало, и бархатный сезон так и не начался. Ну, а в ноябрь как бы прошел, как обычно, как и в прошлом году. Ну, а вот в декабре, ребята, опять начали дожди небольшими перерывами. Такого как бы в прошлый год в декабре не было. Ну, было там день, два, ну, максимум там три дня поморосит, и все, и потом сухо, холодно, да, ветер, но было сухо. А сейчас по городу, ребята, ходить невозможно. По дорогам и по улицам уже третью неделю бегут речки. Магазины плавают, особенно те магазины, которые в подвохе, в помещениях, которые ниже уровня моря. Там уже три-три недели я уже мимо одного магнита. Один раз туда заходил, похлюпал по воде, ноги промочил, больше я туда не захожу. В нормальном городе, да, как бы, вдоль дорог, каналы, водосточные, да, и, ну, там, решетками, накрыто, все хорошо. Ну, в Анапе, не, ребята, в деревне Анапе нужны, кроме резиновых сапог больше ничего не надо. Короче, не курорта, сказка, ребята. Так что вот как-то так, коротко, прошел год в Анапе, власти отчитались, что год был, ну, что год прошел замечательно. Заработали они больше денег, чем в прошлом году. Ну, а как ты отчитаешься, да, что ты заработал меньше, значит, ты нифига не работал. Плохо работал, не справляешься, пора, как бы, увольняться, да. Так что у нас каждая власть каждый год будет говорить, что они сделали лучше, сделали больше. Ну, а люди как плакали, ходили по колену в воде, так и плачут, ходят, ребята. И вот сейчас мы сидим за праздничным столом и слушаем четвертый раз, слушаем песенку Урганта «Это был тяжелый год». Кто еще не слушал, послушайте обязательно, это вам покажет всю сущность, что происходит у нас в России, друзья. Так что вот как-то так, это был тяжелый год.